В ближайшие выходные пройдет самый массовый за месяц общегородской субботник. С конца марта, когда стартовала генеральная уборка, уже полностью приведены в порядок и сданы под мойку почти 200 городских улиц. Результаты есть, однако до передышки еще далеко. Зачастую на обранных местах вновь возникают очаги загрязнения, вызывают нарекания контейнерные площадки, которые управляющие компании не всегда содержат в надлежащем состоянии. Особенно в тех случаях, когда дома находятся в самоуправлении жильцов, общее содержание территории зачастую не соответствует нормам. Первый заместитель главы администрации Виктор Кудряшов дал поручение обратить на это особое внимание. На этом этапе постоянно контроль за состоянием контейнерных площадок особенно у нас должен быть максимально жесткий и пристальный контроль. После 18 числа мы должны штрафовать, мы уже говорили об этом неоднократно, мы должны штрафовать должностных лиц, председатели ТСЖ и ЖИСК, должны штрафовать за нарушение муниципальных правил благоустройства. В советском районе Самары вопрос с некачественной уборкой территории решили просто. Через день административная комиссия вместе с представителями субподрядных организаций выходит на санитарное патрулирование. Каждый недочет исправляют на месте. Если нарушение сильное, выписывается административный штраф. Уже началась покраска противопешеходных ограждений, производится обработка зеленых насаждений. К предстоящему субботнику практически все готово. Погода, в принципе, позволяет. Эта неделя была положительная температура и не было практически осадков. Поэтому на сегодняшний день, Виктор Волославович, полностью работа по организации субботника на 18 число проведена нашим департаментом. Полное понимание с администрациями районов, соответственно, со всеми структурными подразделениями администрации города. Ожидается, что в общегородском субботнике, который состоится 18 апреля, примут участие около 100 тысяч самарцев. В этот же день город ждет долгожданный запуск фонтанов. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События.